приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова я официальный обозреватель компании oriflame и сегодня вам расскажу про новинку первого каталога это многофункциональный спонж для нанесения макияжа и этот спонж конечно отличается от предыдущего спонж переходит на запечатанный целлофан и уже даже просто на ощупь он абсолютно другой если сравнить два спонжа то этот он такой мягкий я бы назвала его даже пушистым если предыдущий спонж это просто губка плотная упругая то новый спонж он такой мохнатенький мягкий и пушистый и его можно использовать как для сухих смесей для пудры так и для влажных то есть для нанесения тональной основы и конечно у этих спонжей очень удобная форма есть заостренный кончик который поможет сделать классный контуринг или добраться для труднодоступных мест давайте посмотрим в деле это чудо нанесением тональной основы спонж нужно хорошо увлажнить и отжать и он увеличивается практически в 3 а то и в 4 раза то есть он становится такой большой пышный и слегка увлажненный кожа лица должна быть подготовлена то сделан уход за лицом и если вы используете праймер то праймер нужно носить под тональную основу и сейчас попробуем буду вместе с вами первый раз испытывать этот спонж это самый лучший самый лучший способ нанесения макияжа для меня по крайней мере то есть для нанесения тональной основы спонж позволяет очень ровно распределить тон быстро легко не оставляет ничего лишнего нет пятен то есть это самое восхитительное что я встречала в жизни до этого я любила наносить тональную основу кистями но когда я попробовала такой спонж какой он классный то конечно же я решила что буду использовать теперь только спонж и так спонж отлично справился своей задачей то он ложится очень ровным нежным слоем перекрывает все недостатки кожи выравнивает ее и спонж после применения обязательно нужно помыть и перед следующим применением также увлажнить хорошо отжать и снова наносить тональную основу очень рекомендую вам попробовать необычные ощущения вот этот мягкие ворсинки они мне кажется еще лучше стали наносить тональную основу чем этот спонж предыдущий и так кто попробовал уже пишите свои отзывы в комментариях интересно послушать почитать ваши впечатления о новинке и до новых встреч пока пока